здравствуйте я бы того солдангарова о схемах интернет-мошенничество говорим с русланом леонидовичем погодиным здравствуйте руслан леонидович прожили целую жизнь много слышали наверняка о том что работают интернет-мошенники работают изощренно и при этом вы попали вот в такую ситуацию как это произошло вот не думал не гадал 25 мая в четыре часа раздался звонок по на телефон и представился мужчина очень хорошо поставленный голос слог такой представился волковым александр сергеевичем начальником службы безопасности халык банка и сразу как-то ошарашил меня я вообще я растерялся он вопрос мне задал вы меняли номер своего телефона сотового да нет не меня а вы знаете что у вас вот уже подходит срок погашения кредита вы брали кредит в банке на сумму 2 миллиона я вообще никогда не брал кредиты и жизнь не в жизни не брал кредитов да вы знаете а у вас где есть я говорю у меня в халык банке нету никаких вкладов а в каком зачем вам это да дело то в том что вот сейчас вот появилась масса мошенников которые это кроты он сказал карты я говорю ну вот у меня появился есть вклад центр кредит банки да 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 вот как раз мы вот поэтому банку мы работаем и мы вы нам окажете очень большую услугу если вы нам поможете к каким образом вы сейчас идите в центр кредит банк снимите всю сумму сколько у вас я говорю это тайна вкладчика вот снимите всю сумму и принесите ее домой вот но и когда вы будете снимать вы не говорите инспекторам сколько у вас для какой цели вы снимаете ну хорошо пришел уже без 26 они уже почти закрывались до 6 работает банк вот и а вам зачем я говорю на покупку машины а сам думаю я помогу вот в поимке этих кротов так называемых вот и они мне взяли выдали сумму 9 миллионов 91 тысячу а этот мошенник он мне говорит вы я вообще был вот как кролик сюда вам вы не отключайтесь и все время со мной держал вам связь по телефону ну что да вот я вот принес так теперь вот чтобы вам не терять никаких нет и вкладов не ничего езжайте в халык банк и в халык банке записывайте номера и и номера карточек и фамилии и вот он мне перечислил 5 наверное фамилий вот а я говорю зачем так много вы знаете по всю сумму мы не можем на один вклад и траншами короче говоря я перевел вот это 4 миллиона на один транш 3 миллиона на 2 3 миллиона на 3 и так далее транш вот и все это при нем или я хорошо что включил на громкую связь работала в это время в банке халык банк такая вот хорошая женщина как ажар серегбаева дави бог здоровья и так далее вот она говорит да вы что вы же разговариваете с мошенником я не мог ей поверить я вот вот был просто я не знаю в каком состоянии я был что вот взял и просто-напросто своими руками отнес черти куда и отдал вот этот вот она помогла она мне говорит да я я сейчас вам это бросайте трубку больше не разговаривайте у меня на телефоне вот вообще целая вот такая серия они звонят 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 и так далее вот но я не брал она тут же позвонила в колл-центр вот еще раз повторяю серегбаева ажара а и говорит что вы тормозните пожалуйста вот только-только сейчас ну вот потому что он мошенникам деньги перевел но наша вот вот это вот костная система банковская или еще что-то такое она мы говорит не имеем права уже уже деньги ушли и так далее и тому подобное вызвали милицию вернее полицию вот я написал объяснение и в полиции и в этом банке в службу безопасности остановить процесс уже было нельзя никак было нельзя да вот и в это он пришел на следующий день в службу безопасности халык банка там сидят эти ребята да вы не вы 1 не вы последний ну будем смотреть мы по этим нет по банковским этим ежу телевизору показывают вот когда снимаешь то есть по камерам мы будем следить ну что это такое по камерам следить это как иголку в стоге стены дальше то было да вот мне звонит написал заявление в этот в полицию они ну ладно все и дети и так далее неделю мне звонил один из этих вот я не знаю мошенников или не мошенников кусаинов улан неделю и он назвался что но он назывался бизнесменом он говорит что я вот но у меня арестован счет мне надо там медицинское оборудование покупать я не могу сейчас никакой деятельности вы пожалуйста возьмите или кто и приедьте в этот в астану я вот из астаны и так далее а почему у него был арестован счет то есть вы ему перевели получать это один из тех один из тех кому я перевел да вот но вот его почему то счет я ему я не знаю почему но вот этот счет его у него арестовали потом кто арестовал или службы безопасности халык банка или же полиция неизвестно но при этом кто-то приходил вы говорили приходила мне звонили звонили вы сказали что он кому-то уже отдал часть день ауда от моего имени вот я от руслана и миллион восемьсот ему отдал миллион двести у него еще осталось куда мне девать эти деньги пускай у вас или родственник или знакомый есть кто-нибудь в астане нет нету никого вот и так далее ну я в полицию я говорю вот продолжает звонить там сходите наверное или позвоните своим коллегам и данные так далее но я чувствую никаких то есть смотрите полиция вышла на него на получать я не знаю кто уж давайте с вами разберемся вышла на получателя да и получатель отдал получать миллион восемьсот от вашего имени кому-то миллион двести он вам гантов был отдать но его счета арестовали то есть действия полиции уже получается начали нет я не думаю что полиция может быть службу безопасности банка а может быть даже вот вот эта женщина ажар серегбаева которая в колл-центр позвонила я не успели еще но с 25 мая полиция мне в уход бы позвонила или пригласила придите пожалуйста мы еще раз уточним все нюансы и так далее нет ни одного звонка ничего и вот они мне звонят и звонят вот вот эти вот мошенники здравствуйте мы из италии вот у нас фирма и мы видим что вот 15 человек у нас попали под этих мошенников в том числе и вы вы счастливчик и мы вам хотим искренне помочь возвратить ваши деньги и так далее я говорю я сейчас не могу разговаривать но я действительно себя чувствовал очень плохо и давайте я вас уже начал их обманывать со своим адвокатом соединю мы сами адвокаты и так далее через два-три дня позвонила женщина назвалась на романовой анна николаевны а вы где мы из москвы а у вас адрес какой 2 кутузовский проспект дом 5 корпус 1 помещение 7 друг 2 офис 9 и так далее мы вам поможем вернуть ваши деньги но мы берем за это 15 процентов и так далее вот эта информация не полицию никого в этом сказали да и сказал и они вроде как и разговаривать со мной не хотят ну и я тогда написал прокурору города алматы берегу кукуан и жбековичу просьбе о содействии вот в моем таком деле у меня 47 лет в педагогического стажа я привык вообще верить людям и так далее я не сталкивался вот с этой вот грязью людской и так далее и я привык то что вот со мной общаются чистые порядочные одухотворенные хорошие люди и так далее вот и всю жизнь я как говорится работал чтобы в конце концов у меня вот были вот вот эти вот 9 миллионов которые просто так ушли и конечно обидно вот честно да что говорят но они вот еще молчат вот дня через три-четыре только придет ответ письмом положение дел но сейчас в все это зависло вот уже месяц прошел все это в воздухе зависла и я бы не хотел исследовать исследователи не следователь вообще каждый раз сообщаете о том что идут звонки продолжаются до исследователи вообще не реагирует итальянцы вам тоже предлагали на русском языке говорил вот что вот мы вам помощь откажем и так далее вот что они видимо хотели узнать если у меня может быть еще там остатки может быть и ну в общем я с ними не стал разговаривать у меня уже на них сил не было как говорится вот так вот и я не знаю вот но на моем примере хорошо если другие будут учиться но я чувствую я чувствую если так будет дальше эти дела то они конечно разработают такую схему на которую может быть я даже а еще раз клюну потому что оказывается этих схем бесчисленное множество ну вот сейчас я просто-напросто если какой-то неизвестный мне телефон я просто не беру трубу а так вообще были звонки из украины из россии и так далее они с чем они вот они хотели узнать то же самое это сообщники вот первых мошенников но я я не знаю это можно в эфир добавлять или нет но я хотел вот а есть же фильм отец солдата думаю пойду возьму ружье как говорится и пойду на эту войну чтобы этих бандеровцев и так далее очистить нашу землю вот это такой швали и нечисти вот но потом думаю но на восьмом десятке мне уже 75 кто меня возьмет в армию уже думаю поезд ушел поэтому вот всех 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 я еще раз предупреждаю будьте пожалуйста осторожны и внимательны ну давайте вернемся просто к работе следователей да еще раз остановимся на этом то есть вы им регулярно сообщаете о данных которые сейчас я перестал сообщать вообще выходить на связь потому что они во первых сквозь губы или сквозь зубы разговаривают и такое ощущение что палец а палец даже не стукну палец а палец вот и я перестал вот будь что будет я уже как говорится махнул на это дело рукой и конечно обидно конечно вот я не знаю почему так сумма большая сумма которую я зарабатывал всю жизнь свою но они вам не обещают они говорят один из них начальник уголовного розыска бастандыкского района он говорит ну вот смотрите мы его не знаем вы с ним общались по телефону вы отдали ему сами деньги перевели ну что вы хотите с нас но это нонсенс это какое-то вообще разве так можно работать также нельзя работать я думаю не совершенно еще у нас система к сожалению на все что мы можем сейчас сделать это на вашем опять-таки примере как вы сказали да просить чтобы все были бдительные особенно люди в возрасте и вот такие сознательные как вы которые хотят еще и кому-то помочь как выясняется очень хочется помочь не надо да вот вот лучше не надо тогда проверьте документы хотя бы встретитесь да с людьми чтобы там ни было я понимаю что мы советские люди мы ответственные очень да у нас к активная гражданская позиция но при этом время такое что нужно к сожалению думать о себе и быть бдительными быть осторожными тогда мы желаем вам чтобы ваша ситуация разрешилась пусть сознательности в обществе будет больше и мошенники мошенники думают о том о своей судьбе и о том что к нему это все может вернуться к чему взывать еще какой совести потому что обижать людей в возрасте это самое последнее что может быть до детей и стариков вот спасибо большое что пришли в нашу студию рассказали свою историю мы всегда с вами морально да вы молодец большой да вы вы все так же на службе общества вот так бы я сказал спасибо большое надеюсь что наша система она будет усовершенствована и мы будем находить мошенников да да бог находить и наказывать то что да и возвращать и возвращать и возвращать его возвращать это было бы вообще очень хорошо спасибо спасибо большое всего доброго до свидания всего доброго